Генштаб согласился на демобилизацию военных, но есть условия, Залужный. Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что Генштаб согласился на демобилизацию военных через 36 месяцев. Но есть некоторые условия, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на «Мы Украина», из Минобороны мы согласились на демобилизацию военных через 36 месяцев. Но при определенных условиях, заявил главнокомандующий, по его словам, первый фактор это то, что не будет обострений на фронте, и второе, что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить. Я четко понимаю, что наши бойцы сейчас на фронте в сверхсложных и очень тяжелых условиях делают свое дело, благодаря которому мы можем сейчас с вами спокойно общаться. Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, идущие в армию, и особенно те, которые уже служат, ясно понимали, сколько им необходимо будет воевать, сказал Залужный, мобилизация в Украине. На итоговой пресс-конференции президент Владимир Зеленский сказал, что Генштаб просит дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. По его словам, для этого должен быть комплексный план, который в том числе затронет вопросы тех, кто воюет почти два года без передышки, накануне Кабинет Министров внес в Раду большой законопроект по мобилизации. Предлагается снизить возрастной порог с 27 до 25 лет, сократить перечень неподлежащих мобилизации категорий, рассылать повестки в ТЦК по электронной почте и другие инициативы, подробнее читайте в материале «Новые правила». Что украинцам ждать от крупного законопроекта о мобилизации, краткое изложение. Сегодня Валерий Залужный заявил, что Генштаб и Вооруженные силы не делали никаких представлений в Кабинет Министров и Верховную Раду, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.